Войны редко происходят на хайвеях. Униформы, начиненные электроникой, умные ракеты, самолеты-невидимки. Развитие военной техники не остановить. Но каких бы высот она не достигла, одно на войне останется неизменным всегда. Море грязи и солдат, который должен переправиться через него. Вездеходы созданы именно для этого. По части разработки, серийного производства и оснащения сухопутных войск специальными вездеходами, Советский Союз заметно уступал Соединенным Штатам. Во время Второй мировой и после нее, армия США имела на вооружении прекрасные машины. Иллис и Додж-3 четверти. Последние послужили до 70-х годов. Позже появился тяжелый джип «Хаммер». В нашей армии не было аналогичной машины. УАЗик намного легче, со значительно более слабым двигателем, хотя и с отменной проходимостью. Однако его базовое шасси, в отличие от «Хаммера», не приспособлено для установки тяжелого стрелкового вооружения или противотанковых средств. По существу УАЗик – командирское транспортное средство для прифронтовых дорог. Переворот в деле военного джипостроения в нашей стране произошел в конце 80-х годов. Горьковский автозавод получил от Министерства обороны новое задание. То, что выбор был сделан в пользу газа, было объяснимо. Этот завод, помимо «Волк» и «Чаек», многие годы проектировал и выпускал все колесные БТРы Советской Армии. В технических требованиях по проекту «Водник», а именно так нарекли новинку, новая машина классифицировалась как высокомобильное транспортное средство. Интересно, что в свое время в Америке «Хаммер» классифицировали точно так же. Но на этом сходство «Водника» с известным американским внедорожником и заканчивается. ГАЗ-3937 получился совершенно иной машиной. В основе «Водника» модульная схема. На платформу, состоящую из шасси и двигателя, можно установить любой модуль. Боевой, транспортный, а также специальный, зенитно-ракетный и связной. Самые интенсивные испытания «Водник» проходил на бронинском полигоне 21-го НИИ Министерства обороны. Продолжение следует... Автомобиль рассчитан на работу практически в любых климатических условиях. При морозе до 45 градусов и в жаре 50. Машина оснащена мощной системой отопления и кондиционирования. «Водник» похож на черепаху с большим панцирем. И кажется, что такая машина быстро ездить просто не умеет. Но это только кажется. «Водник» уверенно преодолевает практически любое бездорожье и быстро едет по дорогам. По грунтовым со скоростью до 60 км в час, а по шоссе до 120. «Водник» уже проходил испытания в боевых условиях. Два года назад несколько машин отправили в Чечню, где они работали по фронтовому. Экзамены «Водники» прошли успешно. Многоцелевой армейский автомобиль «ГАЗ-39-371» предназначен под монтаж вооружения и военной техники, грузоподъемностью до полутора тонн и буксировки прицепных систем. Автомобиль прошел государственное приемочное испытание на базе 21-го института и в разных климатических условиях. И рекомендован для поставок вооруженной силы. Распространенное сравнение «Водника» с американским «Хаммером» не вполне корректно, поскольку это машины разного класса. «Газовская» машина вдвое тяжелее, но в отличие от американского вездехода, может плавать или, говоря военным языком, форсировать небольшие водные преграды. И, наконец, «Водник», в отличие от «Хаммера», автомобиль бронированный и более грузоподъемный. Редактор субтитров А.Семкин